Уважаемые коллеги, добрый день. Я прежде всего, разумеется, хочу поздравить вас с избранием на высокие должности руководителей регионов Российской Федерации. Должен сказать, что меня результат порадовал, но это на вас накладывает особую ответственность за 60%. Подавляющее большинство получило голосов избирателей, есть и больше. Это большой уровень доверия и это большие ожидания со стороны людей, которые пришли к избирательным урнам и проголосовали за вас. Многое уже сделано, но гораздо больше предстоит сделать. Реконструкция моста в Ярославле, построенное жильё для пострадавших от пожаров в Бурятии. Есть положительные движения в таких значимых сферах, как здравоохранение, жилищно-коммунальное хозяйство, образование. Вместе с тем хочу отметить, что у нас и в этом зале присутствует, мы так и стараемся делать. Есть люди уже очень опытные, которые не первый раз проходят это горнило избирательных кампаний и получают высокую оценку избирателей. Но здесь, в этом зале, очень много и молодых людей, и они получили тоже весьма заметную поддержку со стороны людей. Это говорит о том, что от вас ожидают изменений к лучшему. Это говорит о том, что люди очень надеются на то, что с приходом молодых, энергичных, хорошо профессионально подготовленных людей будут приниматься взвешенные, но энергичные меры по улучшению ситуации в соответствующих регионах страны. Вы знаете, что мы провели уже несколько мероприятий, связанных с публичным отбором кандидатов по различным направлениям деятельности. Начали это в своё время с ОСИ и по некоторым другим направлениям сделали это. Такая форма подбора людей очень себя хорошо зарекомендовала, она востребована. Я надеюсь, что и вы у себя в регионах при формировании региональных команд также будете прибегать вот к такой открытой, понятной для людей форме привлечения людей в органы власти управления. А с тем, чтобы и молодые люди у нас понимали, чувствовали, видели, что их карьерный рост, их, как сейчас модно говорят, лифты социальные, работают и работают вне зависимости от каких-то левых сил, правых сил, каких-то связей. А это связано прежде всего, их профессиональный рост связан прежде всего с их личными, деловыми качествами, с их уровнем подготовки, желанием и умением работать в интересах людей. Руководство администрации и президенты здесь присутствуют, знают, и правительство тоже знают, что у них есть такое поручение организовать такую работу на федеральном, общенациональном уровне, очень рассчитывая на то, что вы организуете такую же работу и на региональном. Я хочу всем вам пожелать успехов, надеюсь, что у вас сложатся добрые, очень хорошие деловые отношения и с администрацией президента, и с правительством Российской Федерации. Вы используете все ваши навыки, весь ваш опыт и всю энергию для решения тех задач, ради которых вы пришли на эти высокие должности и ради которых люди вас и поддержали на выборах. Я желаю вам удачи, всего самого доброго. Давайте, пожалуйста, коллеги, кто хотел бы заслужиться. Максим Геннадьевич, пожалуйста. Сказать несколько слов. Как у вас там с железной дорогой, кстати? Владимир Владимирович, руководитель РЖД был у вас? Был, да. Более того, мы нашли решение, которое не только вот этот вопрос решает, решает три вопроса. Значит, у нас дело в том, что основная транспортировка грузов с Березняковско-Соликамского промузла идет по Камгэсу. Это достаточно старая дамба, ну, 55-го года постройки. И, значит, в связи с состоянием дамбы постоянно накладываются ограничения на движение поездов. И в этой связи, значит, сейчас идет большая реконструкция трассы Соликамска до Перми под вывоз грузов с новых месторождений. Но Камгэс пока остался нетронутым. И в этой связи рано или поздно его пришлось бы реконструировать, потому что столько грузов уже не вывезти. И Олег Валентинович предложил в качестве решения построить новый железнодорожный мост чуть выше по течению Камы. Значит, более того, этот мост, помимо того, что позволит на глубокую перспективу там до 30 лет обеспечить растущий поток грузов с Березняков-Соликамского, скалийных месторождений снова, вот, помимо этого, мы его еще сможем сделать совмещенным с автомобильным мостом и за счет этого получить перспективу строительства северного обхода города Перми. И одновременно с этим решить ту задачу, с которой мы, собственно говоря, и начинали, и как раз убрать железнодорожное сообщение на участке от Перми 2 до Мотовелихи. Абсолютно рабочий получается сейчас проект, очень такой, очень перспективный, очень хорошо воспринятый специалистами. Вот сейчас мы начали все просчеты, обсчеты. Но, Валентинович, исключительно благодаря вашему поручению, тому позитивному настрою, с которым руководство... Абсолютно удобно, железнодорога не будет город делить по полу. Да, 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 да. Вот, но вместо этого мы сразу людям тоже объясняем, что будет в обязательном порядке предусмотрена функция общественного транспорта, которая не разрежет, которая свяжет город наоборот. Вот, ну и плюс открывается возможность освоения очень большого пространства уже у реки, именно в рекреационных целях, в целях паркового, развития парковых пространств, там, спортивной функции и так далее. Я вас спросил, с дольщиками встретились? Да, да, значит, встретились и с той женщиной, значит, и не только с ней, она, значит, группу, так сказать, товарищей. А вот, а там какая ситуация, Валентинович? Там люди оказались недоинформированы. Вот, к сожалению, значит, те действия, которые мы делаем, и те представители дольщиков, которые входят в нашу группу, далеко не всегда информацию в полном объеме доносили. И после того, как вот эту вот ситуацию мы раскрыли, у людей появилось, ну, несколько иное, так сказать, видение на все на это, и, в принципе, они поддержали то, что мы делаем. И мы сейчас вот эту женщину, с которой вы встретились, она сейчас входит в состав нашего уже рабочих групп, для того, чтобы мы через нее доносили информацию. И, конечно, надо с дольщиками нам с точки зрения информационной повестки работать очень активно, потому что их используют и недобросовестные девелоперы, и кто только их не использует. Максим Ильич, что еще хотели сказать? Ну, я хотел, Владимир Владимирович, вкратце рассказать о развитии промышленности в крае, вот, и о тех, значит, перспективах, которые есть. Я не буду подробно, так сказать, да, я только остановлюсь, наверное, на некоторых моментах. Во-первых, у нас в промышленности сейчас идет рост за 8 месяцев этого года плюс 3%, и учитывая, ну, размер нашей промышленности в крае, это ощутимый рост. Более того, это вопрос не только статистики, я, как экономист, всегда статистику проверяю другими показателями. Идет рост и перевозок по железной дороге, и выработки электроэнергии, и экспорта, то есть по всем параметрам. Вот, более того, сам часто бываю в предприятиях, и должен сказать, что, конечно, у нас сегодня совсем иная промышленность, иной станочный парк, очень большое обновление прошло за последние годы. Вот, на позициях начальников цехов и начальников производства совсем другие люди, 35-40 лет, то есть мы вот этот поколенческий разрыв, который был, в принципе, сейчас преодолеваем. Вот, игра, и главное, совсем другой подход у директоров. Если раньше позиция была «государство дай», то сейчас они рассказывают совсем другое. Мы тут получили, привлекли заказ «Росатома», «Газпрома», еще кого-то, то есть они активно конкурируют, активно работают на рынке, и отрадно, что это характеризует и предприятия оборонно-промышленного комплекса. То есть там тоже они действительно активно идут в конверсию. Вот, и в целом по краю достаточно много проектов запущено, и крупных проектов, но те же колейщики, колейные месторождения сейчас осваивают, и производство там формальдегидных смол, и, ну, не буду все перечислять, как бы, да, на 370 миллиардов рублей у нас сейчас объем, значит, объем проектов. Какие драйверы развития вот сейчас существуют, и что, наверное, важно поддержать? Ну, первое, это средства, которые предприятия получили по гособоронзаказу, они действительно вложены в модернизацию производства, и теперь предприятия активно идут на гражданские рынки. У нас, например, Чайковский текстиль, предприятие, которое начиналось с поставок для оборонно-промышленного комплекса, сейчас активно идет на гражданские рынки со своими тканями, со своей продукцией. У нас композиты, композитный кластер, который родился чисто на ОПК-шных темах, вот, сейчас готовят большую продукцию, большую линейку для химиков, например. То есть там абсолютно новые возможности. Ну, оптоволоконный кабель, там Ростелеком, мы еще две недели назад у нас были, видели, какой кластер тоже рождается. Отдельно хотелось бы отметить изменившуюся позицию предприятий топливно-энергетического комплекса. И Газпром, и Лукоил, и энергетики активно разворачиваются лицом к нашей промышленности. У нас, например, программа с Газпромом включает 18 предприятий, 35 тематик. За последние 7 месяцев два завода новых открыли под нужды Газпрома. Вот, Лукоил тоже активно закупает, то есть действительно они вполне серьезно уже относятся к нашей промышленности. Это, я считаю, очень важный элемент. Вот, и я считаю особым драйвером развития, Владимир Ильич, это выстроенная система государственной поддержки предприятий. У нас есть специальные инвестконтракты, у нас есть фонд поддержки промышленности, у нас есть различного рода программы субсидирования, которые Минпромотор выстраивает. Действительно, вот любой крупный проект мы берем, там есть государственная поддержка. То есть мы действительно создали полноценную систему институтов для поддержки предприятий. И это не набор нормативных актов, которые только чиновники знают. Приезжаешь на предприятия, предприятия лучше нас, знают все эти механизмы и оперируют всеми этими моментами. Поэтому я считаю, это очень важный момент. Ну и наконец, сейчас у нас очень интересный проект, Минэкономики запускают проект, направленный на повышение производительности в экономике. У нас 21 предприятие туда вошло, и мы рассчитываем как раз посмотреть связку с нашим IT-кластером, как цифровая экономика, как IT-технологии, как раз внедрять их на практике в повышение производительности труда. Ну и в конце, наверное, что важно, будем еще бы отметить. Первое, это сохранить ту систему государственной поддержки, которая сейчас есть, потому что рост идет благодаря ей. Второй момент, это дальше стимулировать развитие долгосрочных отношений. Как долгосрочные контракты в рамках гособоронзаказа в выполнении государственных программ, так и долгосрочные заказы со стороны тех же предприятий ТЭКа, энергетиков, Ростелекома и так далее. И в целом, в отношении промышленности, я большой оптимист и промышленности, которая в Пермском крае развивается. Да и вокруг я смотрю, у коллег очень хорошая система поддержки, созданная в ряде регионов. Мы не стесняемся копировать у коллег все то лучшее, что есть. И, Владимир Владимирович, в целом, хотелось бы, пользуясь случаем, поблагодарить вас за поддержку, за то, что такие вот, благодаря вашему вниманию края, такие результаты у нас есть, мы не подведем. Хорошо. Антон Андреевич. Здравствуйте, Владимир Владимирович, спасибо большое. У нас ваш визит принес нам, скажем так, решение по большому количеству крупных инфраструктурных проектов. Это и продолжение строительства Приморского кольца, и начало строительства порта в Пионерском. И по вашему поручению мы разрабатывали вместе с Минэкономразвития поправки в закон об особой экономической зоне, я уже докладывал, он сейчас в Думе, мы встречались с коллегами из Государственной Думы и проговаривали, в общем, моменты относительно его скорейшего прохождения через парламент. Это важно. А что с перевозками авиационными? Владимир Владимирович, то поручение, которое вы дали 16 августа на совещании, мы встретились недавно с министром транспорта, и для нас очень важно, что поправки в налоговый кодекс уже готовы, и они сейчас будут вноситься в рамках бюджетного цикла подготовки бюджета следующей трехлетки. Министерство финансов на особом контроле это держит, и они будут применены в части отмены НДС, бессрочной отмены для перевозок в и из Калининграда НДС на авиабилеты. Это приведет, по нашим экспертным оценкам, к снижению стоимости в среднем на 5-6% каждого билета, но очень важно, конечно, и сохранение субсидий, которые, в принципе, действовали и до этого на ближайшую трехлетку в тех же объемах, в которых они были предусмотрены, и распространение их не только на высокий сезон, но и на весь год. Это тоже очень важно для особых, скажем так, категорий, для молодежи, для пенсионеров это очень важно и нужно... Нужно гарантировать объем перевозки, объем, чтобы они объем не снижали. Вот механизм должен быть. Владимир Владимирович, мы тогда на Вашем совещании обсуждали вопрос, что субсидии – это хорошо, но очень важна конкуренция. Когда есть достаточное количество провозных мощностей, это, собственно говоря, и рождает давление на цены. И справедливые цены, когда нет монополии в этом вопросе. И нас сейчас радует то, что в наш новый реконструируемый аэропорт приходят новые авиакомпании, развивают сеть перевозок с другими городами России, не только с Москвой, с Санкт-Петербургом, но и летаем сейчас и в Калугу, и в Казань, в Петербург, в Мурманск, в Кархангельск. То есть сетка растет. И сейчас возобновляются полеты за рубеж. Странная была ситуация. Чтобы улететь из Калининграда в условную Варшаву, например, нужно было лететь в Москву и оттуда лететь потом в Варшаву. Сейчас открыто уже летаем в Варшаву. В сентябре начнем летать в Берлин, в Прагу. И это действительно раскроет потенциал нашего авиаузла. Это, скажем так, большие крупные проекты, которые крайне важны и создают перспективу развития на годы вперед. А что осталось еще в законе об особой экономической зоне? Что там еще нужно досогласовывать? Есть ряд небольших поправок. Мы встречались с Владиславом Ильичем, проговорили, какие еще небольшие поправки нужно будет к внесенному законопроекту предусмотреть. Они, эти поправки, и, собственно говоря, сам закон снова вернут, скажем так, к Калининградской особоэкономической зоне статус одной из самых привлекательных. Потому что когда-то режим особоэкономической зоны начинался в Калининградской области, был признан успешным, и потом начал тиражироваться повсеместно. Но мы немножко в свое время остались в стороне от механизмов, например, территории, опережающего развития каких-то других вещей. И мы сейчас вбираем вот эти лучшие практики, чтобы они для Дальнего Востока делают? Ну, у нас мы отдельные механизмы, по примеру, например, Дальнего Востока, там электронных, виз, пониженных страховых взносов фонды, мы их на себя вот сейчас тоже перенимаем. В законе они предусмотрены. И это позволит нам, скажем так, провести широкую вот такую рекламу региона и привлечь дополнительных инвесторов. Потому что самое главное для нас это рабочие места и повышение, собственно говоря, заработков наших граждан. И мы в этих поправках видим инструмент, которым мы должны уже на уровне региона пользоваться так, чтобы к нам приходили и были созданы новые рабочие места, новые производства, чтобы люди имели работу и зарабатывали хорошие деньги. Вот это на самом деле главное для нас не просто, вот как Максим Геннадьевич сказал, статистика, а именно то ощущение растущего благосостояния, которое у человека должно формироваться. Потому что мы видим небольшой прирост сейчас реальных доходов, но мы понимаем, что и динамика должна быть более высокой, и у нас тоже вот сейчас промышленность прибавляет. Поэтому будем делать все, чтобы эту динамику развивать дальше и наращивать темпы. А что с дорогами-то? Мы помимо вот тех крупных проектов, о которых я уже сказал, Приморское кольцо, вот решение по источникам, скажем так. Нет, так вот меня это интересует, Приморское кольцо, там еще раз направление. Как с финансированием, что-то решение? Решение, спасибо правительству, по источникам финансирования принято. Мы в следующем году договорились с Министерством транспорта о том, что мы ту часть проектно-смертной документации, которая у нас уже была разработана, корректируем, обновляем, потому что она могла чуть-чуть устареть. Обновим ее, передадим ее в Министерство транспорта, и они, скорее всего, с 2019 года, мы договорились, приступят уже к стройке. Я думаю, что за три года вполне возможно его реализовать. А что с 2019? Почему с 2019? Почему это? Владимир Владимирович, если успеем раньше, то начнем раньше. У нас проектно-смертная документация требует корректировки. Мы за региональный счет ее откорректируем, отторгуем вот сейчас, уже с Соколовым в этом договорились, торги объявляем, корректируем. Если будем готовы к условному июню-июлю, передаем, и коллеги могут стартовать. Мы, конечно, не хотели бы, чтобы это затягивалось. Не тяните. Будем делать все для того, чтобы успокоить, конечно. Алексей Александрович. Уважаемый Владимир Владимирович, 10 сентября жители Бурятии пришли на выборы, проголосовали. Явка для республики высокая, 42% выше, чем в прошлом году на думских выборах. Поддержка высказана очень большая, 87%. Это, конечно, подчеркивает поддержку людей того курса, которые тут выбрали на обновление перемен. Ну и, безусловно, это оценка реальных изменений, которые начались. Это, в первую очередь, масштабное дорожное строительство в рамках президентского проекта «Безопасные и качественные дороги» в Лондонской агломерации, сейчас беспрецедентная объема дорожных работ. Это проект, значит, комфортная городская среда, в рамках которого тоже, опять же, президентского проекта. Дворы, парки городские, инфраструктура общественная также изменяется уже сейчас и тоже людьми это оценивается. Немаловажный фактор – это то, что в рамках отверженных военных поправок законной связи Ростелеком подключает удаленные населенные пункты к высокоскоростному интернету. Сейчас это населенные пункты с населением от 200 до 500 человек всего подключаются к интернету в условиях цифровизации экономики, социальной асферы. Это, конечно, особенно важно, тем более в масштабах республики, в ее расстоянии и низкой плотности населения. Все эти мероприятия реализуются с учетом бюджетной поддержки федеральной. Конечно, такие проекты регионам сами не потянуть. Ну и отдача, видно, как люди это поддерживают. Владимир Владимирович, разрешите отдельно передать благодарность от жителей поселка Черемышка, которые пострадали при пожаре. Вы исполнили ваши поручения, как мы обещали, до 1 сентября всем пострадавшим восстановили полностью жилье, оказали материальную помощь по восполнению траченного имущества. До 1 сентября, как говорили, полностью все решили. Люди передают вам благодарность. Люди все видят, все оценивают. Конечно, такая высокая поддержка – это, как вы говорите, аванс. Доверие, аванс на будущее, того, что будут изменения к лучшему. Понимаем всю ответственность, которая ложится. Приложим все усилия для того, чтобы продать ваше доверие. Безусловно, доверие граждан, которые проголосовали и поддержали. Хорошо. Евгений Степанович. Спасибо, Владимир Владимирович. Прежде всего, я хочу от имени всех коллег поблагодарить вас за тот высокий уровень доверия, который вы нам оказали и который, по сути дела, мы ведь не только за нас голосовали, а голосовали за тот уровень кредит доверия, который вы нам оказали. Поэтому вам спасибо огромное. И мы все сделаем, чтобы не подвести ни вас, ни себя, ни наших избирателей. Все сделаем для того, чтобы наша страна, Россия процветала и дальше под вашим руководством. Владимир Владимирович, я думаю, вы не случайно затронули тему формирования команд, кадрового состава. И это важно и для тех, кто, наверное, первый раз пошел на выборы. Это важно для меня, который я уже на финише, так сказать, уже пятилетний финиш выхожу. И надо думать и о той команде, которая останется после, чтобы она работала эффективно, даже еще более эффективно, чем нынешняя команда. И в этом плане, конечно, мы прекрасно понимаем, что важны какие-то новые инструменты здесь задействовать при формировании этих команд. На мой взгляд, вот сейчас мы опробируем в нашей области уже, мы не опробируем, а фактически это практика нашей работы, это наставничество. Значит, и наставничество и в органах муниципальной власти, наставничество, значит, и в правительстве области, и в учебных заведениях. Мне кажется, что это хороший инструмент, он успешно используется в крупных корпорациях, и, наверное, кто помнит еще в советское время, он в советское время очень активно использовался и приносил очень хорошие результаты. Думаю, что здесь какой-то вот в форме проекта его бы сформулировать в форме вот такого управленческого проекта, и мне кажется, что изучить вот практику всех и наработки всех уже регионов, где этот механизм применяется. И кажется, что вот в этом направлении, мне кажется, можно выйти на механизм формирования очень эффективных команд и поддержания этого уровня. А так, спасибо огромное за… мы все сделаем, чтобы и экономика развивалась, и социальная сфера, и чтобы и духовно-нравственная сфера тоже соответствовала тому сегодня состоянию, которое требуется для Российской Федерации. Евгений Степанович, Вы один из наиболее опытных руководителей регионов России, и регион у Вас успешный благодаря Вашей работе. Вам очень многим показателям лидирует, но этот опыт Вам должен подсказывать, что Вы это знаете хорошо, далеко не все сделано, возникают новые и новые проблемы, новые задачи. Исхожу из того, что Вы та же, как и прежде, не ослабляя внимания к текущим проблемам и руководствуясь интересами перспективы на развитие, будете осуществлять свои обязанности. Ну и действительно, не только надеюсь, что будете готовить в течение ближайших лет достойную команду будущего Белгородской области, но и сможете помочь кадрами другим регионам и федеральному центру. Мы готовы к этому, Владимир. Хорошо. Спасибо. Андрей Сергеевич, пожалуйста. Уважаемый Владимир Владимирович, вот те задачи, которые Вы поставили перед нами, они требуют и высокого уровня компетенции, и высокого уровня, высокой скорости принятия решений. И когда мы под этим углом стали смотреть, мы увидели, что у нас существует очень серьезный дефицит на государственной службе, на муниципальной службе тех людей, которые готовы так решать задачи, как требует современная экономика, современные требования граждан в социальной сфере. И понятно, что не решив задачу кадров, как бы решать другие задачи было очень сложно. Мы пошли по трем направлениям. Мы сделали пилота себя по открытому отбору, воспользовавшись тем опытом, который был в агентстве стратегических инициатив, и так подобрали нашего руководителя промышленного блока. То есть долго его искали, его подбирали почти год до этого времени. Когда сделали открытый отбор, пришло около 200 заявок, 20 компетентных людей со всей страны – из Москвы, из Новгорода, из Петербурга, из других регионов. И мы смогли подобрать лучшего в открытом режиме, который сейчас у меня соответствующий комитет возглавил, как бы и должен показать определенные результаты в самое ближайшее время по работе с нашей промышленностью. Второй момент – это та практика, которая сегодня есть. Это обучение региональных управленческих команд. Это делается с точки зрения инвестклимата в РАНФИКСе. Это делается сейчас в рамках проекта фонда моногородов. Также учатся команды, где есть вице-губернаторы, мэры, замы мэров, предприниматели. И вот такое командное обучение позволяет на среднем звене этих команд найти людей, которых можно вырастить. То есть посмотреть, как люди себя ведут в рамках решения, моделирования какой-то практической задачи. Третий аспект – безусловно, сейчас невозможно управлять без конкретных целей. То есть просто улучшить, углубить или усушить что-нибудь – так не работает. Нужно ставить конкретные ориентиры. И это всегда, как правило, связано с проектным подходом. Какая проблема у нас выявилась, то, что закон о государственной службе 2004 года, он в принципе не подразумевает форматов проектного управления. Мы сегодня с коллегами из других регионов, с Министерством экономики, в министерство эти все свои идеи подали, но в любом случае мы уже занимаемся форматом проектного управления и в таком режиме будем строить свои государственные программы, прописывая понятные людям цели и ориентиры на каждый год, чтобы это не выглядело как просто какой-то сухой процесс. Поэтому задача кадров для меня один из приоритетов сегодня. И я думаю, что мы будем решать совместно с коллегами из федеральных органов с их помощью. И, Владимир Владимирович, хотелось поблагодарить за поддержку, за то внимание, которое вы и нашему региону, и другим регионам оказываете. Это очень важно, потому что люди и в больших и в малых территориях, они понимают, что есть вот это внимание, есть поддержка и понимают, что их жизнь все равно будет улучшаться. Где-то быстрее, где-то медленнее, но движение вперед, оно такое стабильное. Спасибо. – Мы знаем, что одна из проблем – это сложности с региональными финансами. Во многих регионах у вас это, к сожалению, наиболее острый вопрос стоит. Договаривались с правительством, с Минфином о том, чтобы вы вместе поработали над решением этих вопросов и нашли пути решения. Что-нибудь делается в этом направлении? – Да, Владимир Владимирович, спасибо. Мы с Антоном Германовичем встречались, проговорили подход, договорились, что мы в течение этого года его реализуем. Мы вот эти наиболее острые пиковые вопросы снимем. Конечно, это не снимает с меня ответственности за планирование бюджета следующего года, за оптимизацию и так далее. – Я помню, что у вас есть планы дополнительных доходов. Это все понятно. Я очень рассчитываю, что у вас получится все, но все-таки поддержка здесь нужна из Федерального центра и правительства. Без этого им будет сложно. Поэтому я вас прошу тоже проконтролировать. Договоренности определенные с Минфином есть. Проблема, если вы помните, заключается в том, что они получили налоговые поступления в будущих периодах. И это создает определенные проблемы системного характера. – В ближайшее время решение по всем вопросам. – Спасибо. – Найдем и в ближайшее время представим. – Я обращаю внимание у вас, уважаемые коллеги, всех. Вот такой способ закрытия текущих дырок путем будущих поступлений, он очень спорный. Но вот губернатор поменялся, а ему чего теперь делать? Это же посерьезнее. Я прошу вас очень внимательно к этому относиться. Но правительство должно за этим наблюдать внимательно, регулировать. – Дмитрий Владимирович, деньги пришли, решение состоялось. С Минфином вы договорились или нет по окончательному получению средств? В каком объеме и каким темпом на дорожное строительство дополнительно я имею это средство для Севастополя? – Спасибо огромное. – Дмитрий Владимирович, по вашему распоряжению Министерство транспорта подготовило соответствующие распределительные документы и по соглашению мы все необходимые документы с точки зрения участков, дорог, которые будут дополнительно отремонтированы в этом году, предоставили, они будут доведены в ближайшее время. Мы подготовились и 29 км плюсом тем 70 км мы в этом году сделали. – В Севастополе? – В Севастополе, да. Спасибо огромное. Я помню этот разговор 9 сентября, когда вы обратили внимание на то, что нужно дополнительно увеличить темп и во время вашего визита 18 августа вы все время спрашивали, а можно ли делать быстрее, динамичнее. Я подготовился и когда вы приняли решение о дополнительном уделении, мы уже были готовы с участками, и сейчас мы это сделаем. Это существенно воспринимается населением города. Много лет ремонт дорог не проводился в таком объеме. Это заметно, это визуально заметно, и мы хотим действительно в ближайшее время перевести нашу сеть в соответствие. Я не знаю, как у коллег, но в Севастополе только 46% дорог соответствуют необходимым ГОСТу. Это город, это даже не межгородские дороги. Это очень низкие показатели, и мы вот такими темпами сделаем ситуацию к лучшему. Это ожидается. Вы знаете о идеях, о планах тоннеля под Севастопольским рейдом? Да. Да. Это один из… Дмитрием Николаевичем мы проговорили этот проект. Дмитрий Николаевич дал указания Максимовичу Соколову, и сейчас мы готовимся к реализации этого проекта. Он по цифрам не такой тяжелый, это порядка 5 миллиардов рублей, поэтому мы… но он существенно разгрузит ситуацию. Не нужно будет целый час из одной части города добираться в другую, но только техническое обоснование, экономическое обоснование… А не легче дорогу хорошую сделать безной? А мы ее так же делаем, но это в любом случае занимает порядка 45-ти час времени для того, чтобы добраться. У нас достаточно часто бывает перекрытие рейда, связанное в том числе и с действиями Черноморского флота и с обезвреживанием снарядов времен Великой Отечественной войны. И это на час-три перекрывается рейд, и наличие вот такой инфраструктуры существенно даст импульс развития городу. Поэтому мы этот проект сейчас активно обсуждаем. Сколько будет стоить? 5 миллиардов. Учитывая, что мы будем строить кольцевой газопровод для того, чтобы замкнуть нашу газотранспортную систему, это может быть сделано в одном техническом решении, когда и газопровод, и тоннель может быть реализован в одном единственном едином техническом решении. Поэтому это разумно. В том, когда проработаете, заложите. Да, в ближайшее время. Хорошо, спасибо. Спасибо.